Всем привет! В последнее время мы все чаще стали пересматривать старые сериалы. Чувство ностальгии это хорошо, однако по каким-то кинолентам мы и вправду скучаем. Давайте вспомним культовые сериалы нулевых, которые со временем не потеряли своей актуальности. История семьи, которая ютится в небольшой квартире, была позаимствована у культового американского сериала «Женаты с детьми». Несмотря на статус адаптации, «Счастливы вместе» продержались в прокате гораздо дольше американского родителя – 364 серии или 6 полноценных сезонов. Образ Гены Букина, которого постоянно пилит жена, стала культовым. Недаром в Екатеринбурге ему установили памятник, ставший еще одной достопримечательностью города. Если убрать за скобки туповатые шутки и закадровый смех, «Счастливы вместе» во всех красках обрисовали жизнь провинциальной семьи, затронув темы кризиса среднего возраста, взросления и даже бракоразводного процесса. Трудно поверить, но сериал завершился более 8 лет назад. Однако это не мешает широкой фан-базе пересматривать его снова и снова, по крайней мере первых три удачных сезона. Самый дорогой российский сериал «Бригада» произвел настоящий фурор в умах молодежи двухтысячных. Простые парни, «Белый космос», «Фил» и «Пчела» на протяжении 15 серий строили свою криминальную империю, попутно решая свои бытовые проблемы, будь то наркозависимость или проблемы с супругой. Образы персонажей сразу же ушли в народ, а многие подростки намеренно пытались копировать поведение любимых персонажей. В отличие от большинства криминальных драм, «Бригада» имела четкую мораль, которая подробно обрисована в 14 серии. Кстати, был еще отснят полноценный фильм с приставкой «Наследник». Однако многим хотелось бы увидеть полноценное возвращение любимых героев и узнать, как сложилась бы их судьба в уже наше цифровое время. Если спросить, какой самый успешный сериал середины нулевых был у канала СТС, более 40% опрошенных в один голос ответят «Папины дочки». Несмотря на то, что сама экранизация является ситкомом, она имела оглушительный успех на ТВ и даже была удостоена премии ТЭФИ. История про отца, который воспитывает пятерых дочек с разными характерами, цепляет зрителя. Было интересно, как растут девочки, а после появления в их жизни вернувшейся мамы, менялся уже сам глава семейства. Все скатилось к 14 сезону, когда помимо основной сюжетной линии, фокус сместился на семейные отношения Даши и Веника. Тем не менее, этот сериал любят, так что если не знаете, чем себя занять теплыми летними вечерами, милости просим. Стартовавший в 90-х сериал «Улица разбитых фонарей», который был снят по произведениям писателя Андрея Кивинова, в нулевых не утратил своей популярности. Благодаря широкому актерскому составу, куда вошли Борис Клюев, Сергей Селин, Оскар Кучера, Евгений Дятлов и другие, многосерийка про ментов была интересна широкому кругу зрителей. Помимо интересного и местами запутанного сюжета, нельзя обойти стороной и культовый саундтрек от группы Любе «Прорвемся опера». Сериал был снят с проката 3 июня 2019 года, продержавшись в сетке вещания более 20 лет. 7,8. Именно такой рейтинг на кинопоиске имеет другой российский сериал «Граница таежный роман». Всего 8 серий понадобились для того, чтобы навсегда войти в историю российского кинематографа. Действия картины разворачиваются в 1970 году на границе с Китаем, где в полной мере нам рассказывают о любовном треугольнике из Никиты, Ивана и Марины. Имея статус мелодрамы, таежный роман стал первым российским олицетворением военной романтики Брежневской эпохи, дополненной прекрасной музыкой по типу «Я тебя никому не отдам, и ты неси меня, река». Многие по сей день просто терпеть не могут сериал «Зайцев плюс один», однако это на словах. На деле же многие тайком его пересматривают, так как даже по современным меркам он не уступает флагманам канала ТНТ. Сюжет просто незатейлив, школьный ботан влюбляется в красотку, но есть одно но – его альтер-эго, имя которому – Федор. Сериал, состоящий всего из трех сезонов, буквально пестрил звездными актерами – Михаил Галустян, Татьяна Мухина и даже Жерар Депардье. Сериал вовремя свернули после того, как рейтинги начали постепенно падать. Сейчас его можно увидеть разве что на ТНТ-4, где его периодически крутят в перерывах между Универом и стареньким Камеди Клаб. Если вам хоть о чем-то говорят фамилии Макаров, Соболев, Синицын и Перепечко, поздравляю, у вас была счастливая юность. Сериал «Кодетство» был снят по заказу канала СТС в 2006 году. На роль воспитанников Суворовского училища набрали молодых и талантливых актеров, зарекомендовавших себя в менее масштабных проектах. На экране развернулась настоящая драма, которой была и служба родине, и любовь втайне от руководства училища. Показ солдатской драмы завершился 10 декабря 2007 года. Однако на этом история не закончилась. Спустя год вышло продолжение под названием «Кремлевские курсанты». Однако по популярности и качеству съемок оригинал им превзойти, к сожалению, не удалось. Кстати, у нас на канале есть отдельный ролик о том, как сложилась судьба героев культового сериала после окончания съемок. Рекомендуем посмотреть. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Еще до сериала «Школа от Гай Германики» российский зритель мог увидеть обратную сторону подростковой жизни в сериале «Простые истины». Для нулевых это был смелый эксперимент, который включил в себя три сезона и 350 серий. Действие происходило в обычной школе номер 1240, которой ученики 11-го Б-класса, а после их сменщики взрослеют прямиком на глазах телезрителей. Несмотря на подростковый мотив, сериал был интересен как молодым, так и более старшему поколению. Сейчас сериал про школу – обычная вещь, однако после распада «Союза» это был глоток свежего воздуха, практически полностью лишенный темы криминала лихих девяностых. Если в вашем дворе жил мальчик Саша и девочка Маша, то их сразу же объявляли парой. Такой был вайб нулевых, навеянный комедийным сериалом ТНТ «Саша плюс Маша». Обоим слегка за 30, они живут вместе и не женаты. По факту это Саша-Таня, только более душевная и не такая унылая версия. Все 122 серии зрители наблюдали за прекрасной актерской игрой Елены Бирюковой и Георгия Дронова. Несмотря на то, что российская адаптация закрылась, сериал продолжает идти до сих пор в нескольких странах, таких как Португалия, Швеция и Норвегия. 23 августа 2004 года состоялась премьера авторского телесериала на канале РЕН-ТВ, который стал крестным отцом кадетства. Речь, конечно же, о солдатах, которые насчитывают на сегодняшний день 635 серий. Кинолента изначально должна была носить фантастический характер с инопланетянами НЛО, однако позже создатели спустились с небес на землю и развернули действия в обычной воинской части. Незатейливый сюжет и колоритные образы актеров, в отличие от второсортных лент, не надоели, а сингл-группы «Конец фильма» до сих пор вызывает скупую мужскую слезу у самых брутальных представителей сильного пола. Ровно 9 лет назад на канале СТС состоялась премьера сериала «Кухня». Кулинарная комедия для российского зрителя была в новинку. Все действие проходило в ресторане французской кухни «Клод Мане», которым заведовал Дмитрий Нагиев и шеф-повар Виктор Баринов, он же Дмитрий Назаров. Тонкий юмор, множество отсылок на известные фильмы прошлого и интересный сюжет сделали свое дело. Рейтинги СТС устремились в гору, а сама «Кухня» не только просуществовала 6 сезонов, но и получила два полноценных фильма. Несмотря на появление таких спин-оффов, как «Отели Леон», «Сеня Федя» и так далее, зрителям близка классика, о чем говорят многочисленные фан-группы, где регулярно публикуются нарезки лучших сцен. Десятые годы для отечественного кинематографа начались с адаптации американского сериала «Побег», русская версия которого транслировалась на Первом федеральном канале. На протяжении двух сезонов зрители следили за судьбой двух братьев – Кирилла и Алексея, которые на протяжении 38 серий пытаются сбежать из тюрьмы. Накал страстей вкупе с запутанным сюжетом держал зрителей в постоянном напряжении. Единственным недостатком «Побега» является огромное количество персонажей, поэтому с наскока разобраться, кто есть кто, будет очень непросто. Машков, Маковецкий, Пореченков – вот лишь неполный список звезд отечественного кинематографа из сериала «Ликвидация», который рассказывал о борьбе с преступностью в послевоенное время. Если сейчас спросить зрителей, за что они полюбили эту картину, они спокойно ответят – за атмосферу конца 40-х годов, которая передана очень реалистично путем тихих одесских улочек. Один из лучших сериалов нулевых по версии «Кинопоиска» – «Спецназ» при просмотре тоже вызывает приятное ностальгическое чувство. В течение семи серий Александр Досик, Владислав Галкин и компания борются с терроризмом, попутно поднимая философские проблемы общества. Если вы по какой-то причине не застали этот шедевр 2002 года, однозначно рекомендуем к просмотру. Ну и куда же без сериала «Дальнобойщики», без которого просто невозможно было бы представить канал НТВ. Два напарника, перевозящие грузы по всей стране, запали в душу большей части населения нашей необъятной страны, что вылилось в три сезона и 44 серии приключенческого и драматического бояка с элементами комедии. А по какому сериалу вашей молодости скучаете вы? Пишите в комментариях. Также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, если этого еще не сделали. Удачи!